Завтра в Старобельске, Луганской области, суд продолжит рассматривать дело бывшего народного депутата Александра Ефремова. Я напомню, этот политик находится под стражей уже около более двух лет. В чем его обвиняют и как продвигается это дело, в нашем материале. Бывший глава фракции партии регионов Александр Ефремов был задержан еще в феврале 2015-го. Тогда правоохранители обвинили политиков в голосовании так называемых диктаторских законов 16 января. Спустя несколько дней суд отпустил депутата под залог. Сразу же Ефремову выдвинули новое подозрение в разжигании национальной вражды. И вновь назначили сумму залога без содержания под стражей. А само дело вскоре было закрыто по реабилитирующим обстоятельствам. Третий раз Ефремова задержали уже 30 июля 2016 года на борту самолета. Как заявил сам политик, он собирался слетать на выходные в Европу, при этом имея обратный билет. Тогда же в генпрокуратуре выдвинули экс-нардепу новые обвинения. Организацию захвата здания Луганской областной администрации и пособничество при захвате здания СБУ в Луганске весной 2014 года. Сейчас это дело расследует суд Старобельска Луганской области. Ефремов уже больше двух лет находится под стражей. Адвокат бывшего регионала уверяет, это незаконно. У Ефремова не было ни одного факта нарушения им процессуального поведения за последние три года. Ни одного повода или попытки уклониться от следствия, от суда, от прокурора, от следователя. Нужно принимать все характеризующие обстоятельства. Нужно понимать возраст, нужно понимать социальный вес политика. Ведь он политик. При этом судом это не принимается к сведению. Суд закрывает на это глаза. Фемина абсолютно слепа. И вот без наличия любого риска суд автоматически каждые два месяца продлевает меру пресечения. Что, между прочим, запрещено европейским законодательством. В том числе и конвенцией по правам человека. Человек за два года нахождения под стражей ни разу не прикрылся клетчатым одеялом. Ни разу не пытался объяснить, что у него давление или не давление. Что у него щемит сердце или нет боли в сердце. Жалобу на незаконное задержание и содержание Ефремова под стражей уже рассматривает Европейский суд по правам человека. По словам адвоката, политика дела его подзащитного в Украине намеренно затягивается. Ведь у правоохранителя якобы нет доказательств. Мы допросили 99% всех свидетелей обвинения. Мы исследовали значительную часть письменных так называемых доказательств. Можно уверенно говорить о том, что в деле не существует ни одного доказательства. В деле нет ни одного обвинительного показания свидетеля, которое бы уличало Ефремова в любых, в каких бы то ни было незаконных действиях. У нас нет ни одного прямого свидетеля тех событий, которые ему абсолютно политически мотивировано вменяются, инкриминируются органам прокуратуры. Очередное заседание суда в этом деле состоится уже завтра. На этой неделе суд должен и принять решение, оставлять ли Ефремова под стражей. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...